Наверное, все, без исключения ахинцы, хотят, чтобы долго холодной зимой в их домах было тепло и уютно. А чтобы теплоноситель подавался в систему бесперебойно, в этом году проводится масштабная реконструкция подземной части главной тепловой артерии города – центральной теплотрассы. Ведь старые трубы давно исчерпали свой ресурс, и по результатам обследования было получено отрицательное заключение. Прежний трубопровод полностью меняют на новый. На сегодня все материалы на площадке, техники и людей достаточны. На сегодня проводятся работы частично по укладке трубы и разработке котлована. Сроки окончания строительства подземной части – 14 сентября. Организация работ на объекте нормальная, я уверен, что к этому сроку мы успеем. Работы идут ударными темпами. Одновременно ведется и разработка грунта, подготовка основания, монтаж лотков и сварка трубы. В процессе пришлось столкнуться с незапланированными трудностями, в их числе дождливая погода, а в результате – откачка грунтовых вод, а также неучтенные городские коммуникации. Очень непросто, потому что на пути теплотрассы были обнаружены необозначенные подземные коммуникации, появились сложности, скажем так, из-за чего продлились сроки выполнения работ. Но сейчас уже вроде как все уладилось. В принципе, на всей протяженности теплотрассы уже земляные работы проведены, все коммуникации найдены и сейчас принимаются оперативно на площадке решения по обходу этих коммуникаций. Новая теплоцентраль – это современные надежные материалы. Труба с ППУ-изоляцией, изготовленная в заводских условиях с системой автоматического обнаружения протечек. Генеральным подрядчиком по выполнению реконструкции является общество «Сахалинмурнефтемонтаж». У нас еще привлечены два субподрядчика. Это ИП Таргонин, который делает верхний участок за улицей Зержинского, и ООО «Техстройконтракт». Они занимаются устройством монолитных камер. Всего на объекте задействовано 76 человек. Работает 22 единицы техники. В 2015 году будет заменена городская часть теплотрассы, а в 2016-2017 – линия ДОТЭЦ. Стоимость всего проекта – 1,2 млрд рублей. Из них только на отрезок в черте города затрачено 370 млн. Завершение работ запланировано на 10 сентября, начало проведения испытаний – на 14 сентября, а окончательное благоустройство территории, включая озеленение и асфальтирование, будет проведено в 2016 году.